Некоторым людям с невполне законными намерениями может показаться, что в лесу никого нет и никто не заметит их противоправные действия. Однако не все так просто. Несколько дней назад на 47-м километре трассы Соликамск-Красновишерск сотрудники МВД Соликамский задержали троих черных лесорубов. Однако сделать это удалось благодаря простым охотникам. Да, конечно, имеются у нас отрадные факты в борьбе с незаконной лесодобычей и очень приятно осознавать, что нет граждан, которые остаются равнодушными к этим фактам. Да, не далее, как в ночь с воскресенья на понедельник охотники задержали машину с лесом, задержали самих лесорубов незаконных, как выяснилось. Тогда же в дежурную часть межмуниципального отдела поступило сообщение о незаконной рубке леса. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место. В целях перекрытия возможных путей отхода злоумышленников на указанном участке дороги был выставлен наряд инспекторов ДПС. А сотрудники полиции из состава следственно-оперативной группы направились в лес для осмотра места происшествия. Несмотря на позднее время суток, а было уже около 11 часов вечера и отдаленность места рубки от трассы, она находилась на расстоянии 2 километра. На момент прибытия стражи порядка на его рубке находились неизвестные люди, которые грузили спиленные деревья на автомобиль «Урал». При виде людей в форме злоумышленники попытались скрыться, однако они были задержаны на месте совершения преступления. В настоящее время эти граждане задержаны, они проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений и по факту незаконной рубки возбуждено уголовное дело. В результате проведения осмотра было ясно, что под черный топор попали 112 сосен. Ущерб же государству составил более 450 тысяч рублей. Также полицейские изъяли бензопилы, топоры, грузовой транспорт и машину Нива.